Приветствую, друзья! Хочу прочитать переписку нашу внутреннюю, которую мы проводим у себя в Школе Человек-будущего, в Школе Человечности, для того, чтобы все подключались на наш YouTube-канал и на наш Telegram, потому что фантастические вещи происходят, потому что мы там говорим о упражнениях, о приёмах, о закономерностях, которые позволяют человеку избавляться от головных болей, например, вылучшать сон, например, поднимать себе состояние самочувствия и включать доброту там, где раньше ты хотел злиться, а теперь становишься добрее, нормальнее, изобретательнее, человечнее. Ну, вот пишет любовь наша Абакумова. «Какие добрые, мечтательные глаза, весь сюжет светлый и трогательный». Это о картине, о картине, картине моей, да. Ниже, ниже она пишет. Так. А, вот как. Олег Польщиков пишет в ответ на вопрос нашей Любови Абакумовой. Как и обещал, отвечая на ваш вопрос, Любовь, так как я понимаю, от неграмостности к пользованию мозгом. Здесь все включённые, включённые, и, в принципе, все знают, что там, где внимание, там и сознание. Сознание формирует образы в соответствии с направлением нашего внимания, причём вне зависимости от того, осознанно мы это внимание на что-то обращаем или автоматически зависаем на чьих-то словах, чужой проблеме, каких-то воспоминаниях, яркой рекламе, роликах в интернете и тому подобное. Образ, картинка, ощущения, слово или звук и даже запахи, возникшие в ответ на реальные окружающие события или порождённые нашей фантазией вне всякой связи с реальностью, в одинаковой степени запускают ответ организма по согласованной подготовке всех его систем и органов для осуществления или достижения состояния, соответствующие этому самому образу. Тут всё понятно. Неграмотность многих заключается в том, что вместо того, чтобы фокусировать внимание и формировать соответствующие образы на том, что мы хотим или на том, что нам нужно, ну, вспомните, например, детскую подколку «Ни в коем случае не думайте о розовой обезьяне». Первое, что возникает в голове, это образ этой самой розовой обезьяны. А теперь вспомните, как люди общаются в быту. Не болейте, не расстраивайтесь, не обращайте внимания, не берите в голову, смотри, не упади. Да что там, даже девять из десяти заповедей Христовых построены по тому же принципу, чтобы мы не отрицали подобных фразах образ чего-то в голове. Откладывается именно тот, от которого мы вроде как хотим уйти или отказаться. А подлог, ой, раз не болеете, значит, ты как раз его и впихиваешь. Это стало вообще употребимо. Таким образом, страстно я желаю, чтобы прошла головная боль, мы на самом деле фиксируем внимание на эту самую боль. Обратите внимание. Думая, как бы не заболеть, фиксируемся на болезни. А так далее, и так далее, примеров множество. Нельзя ехать на автомобиле, глядя в зеркало заднего входа, вида, и думая, насколько удалился от исходной точки. Вернее, можно, но до первого столба или ямы. Нельзя ехать на автомобиле, глядя в зеркало, ну да, 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 да. Нельзя прийти к цели, не брею образа этой цели, вот что пишет нам Олег Пусик. Образа того, к чему хочешь прийти. Если ты его не имеешь, куда же ты придешь? Поэтому он имеет в виду, так я понимаю, не фиксируйся на самой боли. А не того, от чего хочешь отказаться. Да, это опять просто, но оглянись вокруг, прислушайтесь, проговорите, и вы поймете, что многие люди сплошь и рядом программируют себя совсем не на то, чего вроде бы хотят. Организм наш послушан, он реализует любой образ, который сбросил ему сознание. И даже если изменения, которые производит организм, ведут к ухудшению, его состояния, болезни и даже разрешения, он выполнит команду образа, так как он исполнитель, ставит цели и командует сознание. А сознание там, куда направлено внимание. Вот что пишет наш дорогой Олег Пусик. Хорошо. Да, очень здорово написал. И Ильяна Кузьмича отвечает, вот и я так же правильно говорю, ну, в смысле я говорю, что надо правильно формулировать желание и оформлять мысли. Это мы все... Ну, к Новому году, друзья, к Новому году. Чтобы вы все были здоровы. Вот сейчас послушайте, что я отвечаю там. А в случаях, когда, например, голова болит так сильно, я пишу, что ты не можешь отвлечься на позитивный образ. А вот именно так болит, что ты даже не можешь выйти в нулевое состояние, чтобы боль притупилась, когда ты мог бы уже формировать позитивный образ, как говорит Олег. Ну, вот когда она так дико болит, ну, как делают люди? Они стонут, они плачут, они выговариваются, они ходят туда-сюда по комнате, зуб болит, на стенку лезешь. Ну, прямо вот ужас какой. Ну, как там можно думать о мечте? Вот в этих случаях, крайних, в крайних случаях, надо как раз-таки идти на боль, навстречу, на грозу. Это те отдельные случаи, когда уже нет сил думать о хорошем, а надо думать о том, о чем думается, пустить мысли на самотек и адаптируется к текущему состоянию в моменте, болит у тебя. Ты дверь закрой, чтобы не подумали, что ты тю-тю. И, и, стони, плачь, выговаривайся, да, кричи, ругайся, ну, что хочешь делать, ну, что организм подсказывает. Потому что так люди и делают инстинктивно. Когда они уже на краю, быть или не быть, так они и орут, и кричат, и плачут, а дети так же маленькие делают, которые ничего не знают, никаких теорий. Учиться у детей надо. Но мы взрослые, поэтому закроем дверь, чтобы не подумали там про нас всего-либо, и не отвезли в психиатрическую больницу. делать эти вот стоны, проговаривания, выругивания, ну, что лезет в голову и трясти, если организм просит, делать то, что организм просит. Как оно и в жизни бывает. Но делать за закрытыми дверями, вот в чем суть. Да. И делать как? Упражнение. То есть, если даже не так сильно, что вам вопить хочется, а вы немножко прибавьте газу. Попопите сильнее, у вас она быстрее, боль пройдет. И вы выйдете на нулевое состояние, а там, как говорит Олег, общее правило, помечтайте о желаемых переменах в себе и в будущем. И вот вас и понесет к улучшению. Так научитесь любую боль превращать в ракетное топливо для своих изменений в лучшую сторону. Я хочу, чтобы к Новому году вы научились и боль превращать себе на пользу. Но мы же еще имеем кое-что. Об этом потом отдельно поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok